всем большой привет решила снять маленькое видео я поливаю рассаду поэтому блин забывай всегда смотрите вот сюда вот поливаю рассаду на веранде поэтому маленько буду туда-сюда это отвлекаться не снимала не снимала потому что приезжают дети приезжали дети второй раз они сильно не любят у меня быть на камеру и потом на работе как бы с работы приезжаешь быстро быстро что-нибудь у баня то то и в итоге не снимала вот значит ребятишки приехали помогли сделать забор но они не сделали полностью но там и так объем работы порядка 15 наверное ну пусть 12 столбов копали но их сначала надо выкопать это все то есть из нового делать проще а когда ты разбираешь старье и надо что-то из этого г сделать типа конфетки поэтому как бы это все сложно с каждой доски надо вытащить гвоздь которым она была прибита к старому забору все эти стал бы вытащить и по новую вкопать получается а еще как на зло под конец пошла шпала на сколько там метров до 23 наверное метра я не знаю разное бывает размером вот то есть ее надо было вытащить как-то она лиственная была тяжелая последние особенно шпалины вот на улицу не стала выходить показывать потому что там витрина такой будет дуть задувать и плохо слышно будет ну короче вот они видите вот тут вот забор бы вот возле деревьев вот здесь вот мы его убрали эту часть забора еще не убрали здесь стал бы все гнилые здесь только вот нужны будут эти сами палочки вот эти вот штакетины типа а вот там вот все подготовлено представьте сколько досок надо было гвоздей выдрать и вот эти столбы поставить 1 2 3 4 5 6 7 до 8 9 но штук 15 точно столбов есть вот посмотрите вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот и вода татьяна васильна забора это вот 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 там поэтому вот при ей тракторы вот тут вот все спашет вот эту часть не всю правда но будем сейчас позвоню ну короче вот такой вот забор уже уже вид лучше уже чем лучше чем было и ну короче стал бы все поставлены осталось только часть перекладин вот этих вот прожилок сделать это они там все лежат подготовлены их просто прибить надо и вот забор вот уже сами штакетины вот эти вот выставить и будет красотень-прекрасотень но пацан короче говоря огурты на на димас больше к нам не приедешь скажешь нафиг вы мне нужны такие родственнички но посмеялись посмеялись он годану все равно приеду но в итоге сделать сделали доча мне посадила цветочки по клумбам сегодня у нас мороз обещают но не мороз это я придумала мороз вообще 4 градуса сегодня было утром 5 но сегодня еще ночь еще холоднее поэтому как бы я решила все равно закрыть цветочки хоть питунья и в принципе мороз держит но я ее мешками все равно накрыла а потом нас турция но нас турция по-любому замерзнет если будет мороз ну короче говоря вот бабушка ходили еще закрывали да картошка которая рассыпана здесь тоже закрыли ее огород не вскопали потому что я отсюда андрея дозвониться не могла сейчас еще думаю может быть на работе приедет сейчас так я его блеск так я и до него все таки дозвонимся вот нет так буду другого искать потом матери его позвоню если чё она скажет света ну короче говоря это будем искать тракториста который бы нам скопал землю огород так чё еще то бабушка с полиной посадили грядку клубники маленько пересадили земляники точнее короче не без помаленьку без меня ковырялись а я не ковырялась маме сегодня плохо голова болит давление сегодня 150 утром было ну такая погода такая колбасня я просто представляю там там здоровый организм еле выдержит что творится сегодня у нас на улице сегодня и вчера и завтра еще маленько захватит а послезавтра уже завтрашняя ночь уже будет тепленько но теплее чем сегодня вот ну вроде бы вот так дружок жив-здоров просится на улицу никто его не пускает я сейчас с ним проводила профилактику говорю терпи до осени ну говорю может быть там я его туда попозже на ту сторону дома на цепь посажу чтобы он хоть чуть-чуть как-то бегал где-то вот теплятки жив-здоров да кстати говоря у соседки гусята я говорила что у него гусята уже почти два месяца такой гусенок прям вот такой большой ну как утка вот полноценная утка два с половиной три килограмма когда она взрослая до трехмесячная двухмесячная вот такого гусенка интересно получается нагадание у меня собака загрызла гусенка я смотрю как бы какое-то странное загрызание то есть если у меня когда-то птицу собака грызла там сразу голова отрывается и шея у гусенка же она длинная шея то есть собака бы по-любому бы эту шею перегрызла но тут полностью шея обгрызла шкура как-то вот интересно получается что-то вот как будто бы но непонятно собака бы мне кажется все равно перегрызла эту шею и у нее сын когда они гусят покупали он ну когда выпускали на улицу он ей все заборы обошел он ей все ну пробил чтобы никто там ничего нигде не мог никакая собака там либо эта сетка либо это какими-то досками она прямо не год у меня ну никто никуда не вылезет ничего не понятно откуда и что взялась вот эта собака то есть мы с мамой уже ходили думали думаю может быть это опять какая какой-нибудь хорек как-то он ну не смог он его утащить то есть курица ему проще справиться с гусенком нет все-таки то птица то побольше и покрупнее ну вот мы теперь загадка в догадках и переживаем как бы с нашей вот этой вот саранчо и ничего не случилось потому что окраина деревни вот она через дом вот наш дом следующий дом и все окраина деревни и там камыши там все ну понятно что вот эти вот хорьки норки все такое запросто оттуда могут с поля прийти тем более они у нас когда взять паскот он говорил что вот в этих каналах у нас же везде каналы здесь растительная система старое советское время была большая кайбальская растительная система каналы везде и и он везде по каналам норки целая куча поэтому вот сидим с мамой теперь переживаем что нам делать с нашими курицами заказали куриц бролеров чуть попозже закажем гуси гусят и утят ну короче вот так вот такие у нас новости а вот у вас это наверное где-то где-то концу 15 где-то концу мая должны быть цыплятки бролеры мы чем из мамы 30 штук что ли заказали или 20 30 и помню вот сегодня наверное будет где-то градуса 4 ночью но где 4 градуса ночью то запросто может быть и минус вот так вроде все рассказала так что завтра пятница завтра я попытаюсь дозвониться для тракториста и позвать его домой чтобы он вскопал завтра послезавтра нам грядки не грядки землю под картошку короче такие вот дела всем пока пока всем большое спасибо за просмотр и за лайки до завтра